Падение криптовалют после стремительного роста. Компания Samsung активно интересуется миром цифровых денег, и покупать криптовалюты стало еще легче. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Главная новость дня. После стремительного роста криптовалюты посыпались вниз. Капитализация крипторынка опустилась со 185 миллиардов до 176 миллиардов долларов. Почти вся сотня криптовалют из рейтинга CoinMarketCap находятся в красной зоне. Большинство топовых криптовалют подешевели на 5-10%. При этом биткоин сумел сдержать удар и опустился лишь на 2%. Эксперты сходятся во мнении, что нынешняя коррекция – ожидаемое и закономерное событие, произошедшее на фоне недавнего резкого скачка курса главной цифровой монеты. А вот по словам источника портала CoinDesk, Samsung занимается разработкой собственного блокчейна, на основе которого хочет выпустить криптовалюту. Согласно имеющейся информации, в основе собственной сети Samsung будет лежать кодовая база Ethereum. Пока проект находится на стадии внутреннего тестирования, но в перспективе блокчейн может стать публичным, а монета Samsung Coin – торговаться на биржах. Также заявлялось, что компания может внедрить блокчейн в свое приложение для совершения платежей Samsung Pay, но это решение пока окончательно не принято. Все это звучит довольно правдоподобно, учитывая интерес компании Samsung к криптовалютам и запуск смартфона Samsung Galaxy S10 с поддержкой криптовалют. Также не так давно компания инвестировала в биткоин-кошелек без секретного ключа. Ну и напоследок коротенькая новость. Крупная криптобиржа Binance добавила возможность покупки цифровых денег в Android-приложении. Биткоин, Эфириум, Рипл, Лайткоин, Биткоин Кэш теперь можно приобрести с помощью кредитной карты. Хотим напомнить, что ранее подобная функция была добавлена на веб-версии биржи. Ну а теперь покупка криптовалют упростилась еще сильнее. На этом у меня сегодня все. Текущий курс Дукаскоин криптовалюты швейцарского банка Дукаскопи вы видите на своих экранах. Более подробная информация будет по ссылке в описании. А меня зовут Лиза. Хорошего вам дня и до свидания.